П-8, П-9 и вот наконец-то юбилейный П-10. Давайте сразу к делу. Это фаворит рынка или просто амбициозный проект китайских братьев-хуауэевцев. Я протестировал этого красавчика вдоль и поперек и готов рассказать вам, стоит он своих денег или нет. Меня зовут Павел, вы на канале Гаджетмани и мы начинаем. Как принято у народа, встречаем мы конечно же товар по его внешнему виду и как мне кажется тут сразу надо отсыпать нашему подопытному пару хвалебных лещей. Потому что черный властелин, ну я его так назвал для сценария. Прекрасно скроен и очень классно смотрится как в интерьере, так и у вас в руках. Полностью обтекаемый металлический корпус размером 145 на 69 и толщиной 7 миллиметров спереди окантован безумно скопированным у айфона скошенной риской, которая не режет руку между прочим на секундочку. Кнопки там где должны быть. Много про них не скажешь, очень понравилась кнопка включения-выключения цветом и своей шершавой текстурой. Не спутаешь никогда эти незабываемые ощущения. Спереди стекло, сзади металл. Есть лого компании, но оно не мешает. И совершенно ушлепочная, простите, пленка поверх экрана и ее лучше не снимать. Аля фобка не вошла в бюджет флагмана от Huawei. Конечно же есть спереди сканер, сенсорная кнопка а-ля Samsung или Meizu, которая работает прекрасно и выполняет свои функции на ура, а также имитирует Taptic Engine. Если хотите, можно включить на экранные кнопки. Сразу о сканере. 7-8 срабатываний из 10. Решайте сами, как хорошо или плохо. У меня претензий нет. Понравилось, что не лишили устройства разъема для наушников и присутствием Type-C версии 2.0. Цвет в моем случае очень-очень-приочень красивый. Матовый черный. Привет, Apple. Ну и чтобы закончить про экстерьер, скажу, что камеры, конечно же, на своих местах. Их две штуки и они с логотипом Leica. Это флагман компании Huawei в 2017 году и у него все должно быть по высшему сорту. Итак, начну с камер. Основной камерой, точнее двумя Leica, 12 и 20 мегапикселей с апертурой f2.2. Пользовался много и очень доволен работой и результатом. Я, как человек, фотографирующий и на P8 и на P9, заметил улучшение качества. Можно долго и с умом рассказывать, какие линзы и какими цифрами оперирует данный монстр мобильной фотографии, но хочется как-то по-простому. На пальцах, точнее на экранах. Примеры от простого обывателя и обычного пользователя, как вы или я, говорят всегда больше, чем рассуждение, какая светосила и какое количество мегапикселей. Но если вам ужас как любопытно, то в описании ссылка на смартфон. Там есть подробные характеристики камеры. Welcome, как говорится. Видео пишет вплоть до 4К. 3840 на 2160. 30 fps. И при этом пока памяти хватит. Но тут сразу косяк. Картинка при этом желейная, шо пипец. Так что рекомендую писать в Full HD. В камере вы найдете множество нужных и полезных режимов, и в том числе Pro, для тех, кто шарит. Также присутствуют интуитивно понятные быстрые функции. Вы, наверное, спросите, а как с боке? Все так же хреново? Отвечу, это смартфон. И как по мне, конечно же, есть косяки. Но при этом и уникальная возможность экспериментировать с фотографиями. И ругать компанию тут не стоит. Звук пишет отлично. В общем, камера остался доволен на все 100. Селфи-камера на 8 мегапикселей с апертурой 1.9. Также со своими фишками и делает классные луки. Экран LTPS 5,1 дюйма. 432 точки на дюйм. Это один из лучших и удобных для использования размеров. Про леофобку уже сказал. Позор, Huawei. Full HD разрешения хватает и для игр, в которые я не играю, и для кино. Из-за чертовой заводской пленки и алиофобки хочется ругать и ругать производителя. На этом про экран все. Нет, не переживайте, просто купите стекло на Али и экран цел и палец скользит. Поэтому не берите в голову. Есть возможность гибко настроить цветовую температуру экрана под ваши требования. Процессор Kirin 960 с 8 ядрами. 4 Cortex-A73 с частотой 2,4 ГГц и 4 Cortex-A53 с частотой 1,8 ГГц. Тянет все современные игры и уже можно не переживать, что потратив около 30 тысяч рублей, вы будете себя ограничивать. Тротлинг небольшой и результат тестов перед вами. Никогда не любил все эти цифры, так как по мне лучше говорить об опыте использования и честных ощущениях от использования. Об эмоциях, так сказать. Оперативки много, 4 ГБ, постоянные 32 или 64 ГБ и можно использовать карту памяти до 128 ГБ, если что. Самое обидное во всем этом раю это нагрев. Терпимо. И он везде. В браузере, в быстрозарядке, которая работает только от фирменного зарядного устройства и в играх, само собой. В общем, это не так страшно, но не совсем приятно. Может только у меня так? Он есть и точка. И чем он обусловлен? Непонятно. Наверное, процессором. Пишите свое мнение об этом в комментариях. Из коробки Android 7 версии с фирменной оболочкой Emotion Y 5.1. В этот раз она мне зашла, что даже очень. Я настроил тему под Samsung и был полностью доволен быстродействием и функционалом прошивки. Недавно пришла обнова, которая добавила живые фото в камеру. Опять как у айфона. Сенсорный емкостный экран распознает до 10 одновременных нажатий. Лагов, багов нет. Перезагружался пару раз. Связь и динамики работают на отлично. Обрывов связи не было. Звук на среднем, по моему субъективному мнению, уровня. Уровень приема сигнала отличный. Громкости хватает. В наушниках на 3 с плюсом-4 из 5. Батарея на 3200 мАч, которой хватает на мой один день. С утра и до 6 вечера. Сёрфинг, казуалки, инстаграм. Кстати, подпишитесь на трансляции, ссылка в описании. Звонки, много ютуба. В абсолютных цифрах до 5 часов работы экрана в моем случае. GPS, GLONASS, Galileo на месте и передают привет. LTE с очень большим выбором работающих частот во всем мире. Плюс умный Wi-Fi 802.11. ABGN AC 2.4 и 5 ГГц. Ой, братцы-кролики, надо подводить итоги. Честно, хочется просто и коротко сказать. Мне понравилось и даже очень. Камера и крутой внешний вид и цвет. Относительно небольшая цена. Быстрый и громкий. Это те плюсы, за которые я бы выбрал это устройство. Вызывает вопрос только одно. Нагрев. Но хочется верить, что дело в оптимизации софта и будет скоро исправлено. Могу смело рекомендовать его к приобретению. Где и как купить данный смартфон, вы найдете информацию в описании. Буду безгранично благодарен за лайк и репост этого видео вашим друзьям. Большое спасибо. Обязательно подписывайтесь на канал, проходите в группу ВКонтакте и пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.